ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнал... Субтитры подогнал... Субтитры подогнали Симон. Субтитры... Субтитры подогнал... Субтитры подогнал... Субтитры подогнал... Субтитры... 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 Субтитры подогнал... Субтитры... 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 Добрый вечер! Спасибо! Скажите, пожалуйста... Кто первый раз в жизни? Разворачиваюсь. А, вы знаете... Что происходит здесь? Давайте два слова скажем! У нас, видите, голоса уже пропеты! Вот... Четыре дня поём! Субтитры... Субтитры... Смотрите... Вы приехали... Для чего? Чтобы петь. Ну, понятно, что по горе походить, желание загадать на лучшую жизнь, понятно. Но вот смотрите, люди, люди современные, что они больше всего любят? Они любят петь, они любят кушать хорошо, да, ведь есть. Как у нас застолье все проходит? Люди едят сначала, потом поют, танцуют, правильно? Вот. И вот это как бы наши самые главные слабости. Мы вот все собираемся, вот мы устаем на работе, тяжело, и нам хочется поесть хорошо, попить, попеть и потанцевать. И вот Господь, Господь, Он такой милостивый, удивительный. Вы, наверное, знаете, что раньше люди были другие, да? Раз вы сюда приезжаете, значит, знаете, что были арии, да? Что древние цивилизации, там были другие совершенно качества людей. А сейчас люди все слабые. Они любят только наслаждаться. Так вот, Господь такой милостивый, вот эти все наслаждения, которые мы, которые у нас естественная тяга есть, Он обратил в единственный источник достижения духовного совершенства. Единственный источник. Очень сложно как-то по-другому полюбить Бога. Вот очень сложно в наше время. Очень трудно полюбить того, кого не знаешь. Как можно? А для чего это нужно? Для того, чтобы разорвать все прождение смерти. Мы же ведь не тело. Мы являемся вечной душой в этом теле, как в машине. Управляем. Наши желания управляют этим телом. Так вот, Он обратил наши слабости нам во благо. И вот Он, Господь, Он придумал вот этот метод, который вот то, что сейчас вот занимается. Кирта. Прославление имени Бога. И мы собираемся. Мы очень вкусно едим. Знаете, да, у нас завтрак, обед приглашаются все желающие. Можете поесть там 3-4-5 блюд вкусной вегетарианской пищи. Мы поем и танцуем. И вот эти слабости человеческие Господь обратил в единственный способ достижения Его. И вот тут стоит такая необычная форма, да, наверное. Да, тут даже Кришна и сами не понимают, как Господь может так выглядеть. Вот, понимаете, Он все может. Вот эта форма появилась в этой вселенной 540 миллионов лет назад. Первое упоминание, Господи Джаганат. Это Джаганат Баладева Сабхадр. Это верховная личность Бога, который вот выступает в трех ипостасях. Сам Кришна, это вот черненький вот такой, его брат Баларама и сестра Сабхадра. Это такая долгая история, рассказывает. Но первые упоминания были 540 миллионов лет назад. Это милостивое воплощение Бога для специально для людей наших, нашей коллеги. Потому что его взгляд, у него такие большие глаза. Он смотрит на людей и ищет, кого он позовет к себе. И кто проникнется к любовью, к нему пойдет в духовный мир. Потому что земля – это наше временное пристанище. Кто бы как тут и хотел устроиться. На вокзале люди не устраиваются. Они садятся в поезд и уезжают. Вот земля – это тот же самый вокзал. Мы сюда пришли в этом теле. Нам в любом случае ждут три неприятности всех. Все их знают. Даже отгадаете. Первое – это болезнь. Второе – это старость. Ну и третье – все понятно, да? Вот. И это печально. Потому что мы хотим быть счастливыми, мы хотим быть вечными. Вот то, что у нас мы не верим в смерть, это же является самым большим чудом на земле. То есть самое большое чудо на земле. Один раз этот вопрос задан был Махараджу, одному императору всего мира пять тысяч лет назад. Это был… Он правил всей землей. Тогда были праведные цари. Ему задали вопрос. Что является самым большим чудом на земле? И он не колеблясь сразу, вот и дал правильный ответ. Самым большим чудом на земле является то, что люди каждый день видят смерть. Ну, в интернете, да, вот сейчас вот. Ну, просто даже животные какие-то там где-то вот, косякомые. Каждый день люди видят смерть. Но сами живут, как будто будут жить вечно. Вот это удивительная вещь. Как будто у каждого из нас не будет последнего дня. И в этом мире нет счастливых людей. Если кто-то скажет, что я счастлив, это просто, ну, иллюзия. Счастье мы называем промежутки между страданиями. Вот когда у нас, допустим, дети не болеют, там родители жили, там все нормально. Дом не горит, соседи не топили. На работе нормально все. То есть мы считаем, что мы счастливы. Но стоит что-то измениться, и сразу же наступает страдание. В этом мире нет людей, не разочаровавшихся. Потому что перед смертью люди разочаровываются все. Но есть метод к бессмертию. Мы же хотим вечно жить, мы же хотим вечно счастливыми. Как можно быть в этом мире счастливым, если все закончится смертью? Это же невозможно. Что бы ты тут ни сделал, чего бы ты ни достиг, все закончится. Так вот, путь к бессмертию, он лежит через вот эти три слова. И в этот век дан единственный способ для того, чтобы достичь духовного совершенства и оставить этот мир бренный, прервать эту цепь рождения и смерти, вернуться домой к Богу. Это повторение имен Бога. Я вот перед тем, как стать кришнаитом, я четыре раза был в Серафим-Одивеевском монастыре. Знаете, да, наверное, такой? Вот. И вот Серафим Саровский – это великий святой нашей традиции, вот этой местной России, православии. Он повторял молитву Иисусову 2400 раз в день. У него был такой обед. Почему? Потому что там было имя. То есть это было главное его, как это сказать, тапаси или аскетический подвиг. Когда он повторял молитву Иисусову, вы знаете, да, ведь? Вот. И потому что в этот век только имя очищает. Никакие медитации, никакие там духовные практики, так называемые, они не принесут желаемого результата. Только имя святое может очистить наше сердце. Для чего? Для того, чтобы мы смогли понять это трансцендентное послание, трансцендентное знание, что мы являемся вечной живой душой. Очень трудно себе представить вот эту жизнь человека, который знает, что он вечно живет. Вот простому человеку, который об этом не задумывается, очень трудно это представить. Вот представляете, вот просто представьте, что вы вечно живете. Вы утром проснулись, я вечно живу. На работу пошел, вечно живу. На обед домой с работы пришел, я вечно живу. Ну, как-то вот сейчас проживем еще эту жизнь, а потом будет еще другая жизнь. Это же совершенно другое состояние сознания. Оно даже само по себе уже дает счастье. Даже, при том, смотрите, у нас на поляне 300 человек. Тут никто не курит, никто не матерится, никто не пьет. Все вегетарианцы, все счастливые. И вот это такая огромная масса людей, в каждом городе вот такая вот группа есть. И они все встречаются, они вот все поют, радуются. Этот метод называется харинама санкиртами. То есть, когда мы просто собираемся вместе, прославляем имя Бога. То есть, самая главная молитва, которая есть на территории нашей страны, это «Отче наш, Ижи Иси на Дебеси, да светится имя Твое». Правильно? «Светится» значит прославляется. То есть, все традиции мира религиозные, они все призывают к прославлению Бога. Почему? Потому что именно прославление Бога и связывает нас с Ним. А для чего нам нужна эта связь? Для того, чтобы стать счастливыми? Мы же все хотим быть счастливыми. И это самый простой способ достичь счастья. Вот, и поэтому нужно просто попробовать, просто попробовать повторять Харе Кришну мантру. Где она у нас? Опять убрали кто-то. Ну ладно, мы разберемся. В общем, приходите в деревню нашего Харе Кришна. У нас в 9 часов завтрак, в 2 с лишним. В 10 завтрак, в 2 обед. Ну и, в общем, завтра будет еще Радхаятва. То есть, вот эти божества поедут путешествовать по дороге. Наверное, вряд ли нас туда дальше туда допустят. Но это уже не важно. Все, кто хочет, услышат. А мы продолжаем нашу практику. Это духовная практика. То есть, по сути, наша духовная практика – это петь, танцевать и кушать. Представляете? Ну, понятно, что нужно что-то читать. Это вот слушать. Вот сегодня была лекция Махараджа. Это странствующий монах. Он уже 14 раз объехал вокруг света. Бывал по 10 раз там в разных больших странах. И он очень интересно рассказывает. Сегодня и завтра будет эта лекция. Так что приходите сюда вечером. Часов в 7 вечера. Вот. И вот для того, чтобы понять, что мы делаем. Но наша практика – это петь, танцевать и кушать. И вот эта практика – она самый быстрый способ достичь духовного совершенства. Потому что люди приезжают в Аркаим для того, чтобы стать счастливыми. Так вот, мы предлагаем самый простой способ стать счастливыми. Присоединяйтесь. Мы никого никуда не агитируем. Каждому нравится какая-то своя традиция. В этой традиции человек может проявлять все свои удовлетворяющие, свои духовные, религиозные качества, потребности. Просто мы предлагаем тот образ жизни, который делает нас счастливыми. И мы просто делимся этим счастьем со всеми, кто здесь находится. Спасибо. 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 Спасибо.